Всем привет! Вот такой вот кабелечек мне пришел. Кабель, значит, этот мне предложили посмотреть из компании ТОПК, поэтому спасибо им большое, что позволили ознакомиться с таким девайсом. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. И сразу скажу, что эта штука незаменима для тех, кто плачет о том, что вот, видите ли, из моего смартфона современного убрали гнездо для наушников, и теперь я не могу заряжать и слушать музыку одновременно. Вот эта штука, которая вам позволит это делать. Втыкаем сюда в порт смартфона, сюда втыкаем зарядку, сюда втыкаем наушники, и вуаля, проблема решена. Понятное дело, что это небольшой костыль, понятное дело, что не всем это понравится и подойдет, но, в общем-то, давайте посмотрим, сколько эта штука стоит, и сделаем выводы вообще, стоит ли ее покупать, будет ли она работать, и посмотрим на то, как она сделана, по качеству изготовления, конечно же. Стоит этот переходник 3 доллара, как вы считаете, много это или мало, напишите в комментариях за такую вот штуковинку, сейчас посмотрим, какая она по качеству. Я уже начал распаковывать, когда ищу пать, я понял, что эта штука сделана добротно, потому что вот это у нас металл, это алюминий. Дальше у нас идет достаточно широкая распиновка, то есть все пины, которые здесь у нас есть в USB Type-C, они здесь все присутствуют, вряд ли вы, наверное, это увидите, я постараюсь показать. В любом случае, этот штекер подойдет под любые гнезда, скорее всего, любых смартфонов. Эта болванка у нас тоже полностью металлическая, с небольшой такой пластиковой вставкой, даже слегка такой прорезиненной. Порт сделан тоже достаточно органично, симпатично, ну и, конечно, гнездо для наушников обычное, классическое, ничего сверхъестественного. Кабель сам достаточно толстый. Так, это у нас 27-ваттная зарядка от Xiaomi, оригинальная. Ну, к сожалению, я вижу, что зарядка идет, но, к сожалению, она не быстрая. Увы, увы. Значит, если мы подключим сейчас напрямую, вот пошла быстрая зарядка. Есть значок. Получается, что этот кабелек, ну, будет вас ограничивать. Следовательно, если вы хотите неспешно заряжать устройство, то этот кабель даже вам в помощь. Потому что некоторые говорят, а как мне отключить быструю зарядку, ведь у меня быстрый адаптер, хороший мощный кабель. Вот такой вот кабель используйте, и у вас быстрая зарядка не будет работать. Так, ну и для теста будем использовать Xiaomi Mi 8 Lite, всем известный телефон, который не имеет у нас выхода на наушники. Давайте начнем. Для начала мы проверим, будет ли работать быстрая зарядка. Ну, давайте я вам, чтобы все продемонстрировать, покажу, что здесь у меня сейчас кабель подключен к зарядке Quick Charge 4.0 фирменной. Так что давайте посмотрим, будет ли работать у нас быстрая зарядка. Вот сейчас видно, что значок быстрой зарядки есть. Следовательно, все у нас работает. Ну и теперь подключаем с помощью переходника и проверяем, будет ли он у нас скрадывать эту быструю зарядку. Зарядка пошла, но она не быстрая. Вот, обратите внимание. И посмотрите, что сейчас у нас появился интерфейс наушников. То есть, когда я отключаю, наушники пропадают. Включаю, он сразу определяет, что как будто бы подключены наушники. Нет, почему-то не определяет и даже зарядка не пошла. То есть, нужно воткнуть и уже только потом сюда втыкать что-либо. Да, вот теперь появились наушники и зарядка. Так, проверяем сначала Apple-овские наушники. Да, звук идет. По качеству, конечно, ничего не могу сказать. Вот, звук идет отлично. Сейчас попробую на всю громкость. Очень высокая громкость. Ну и теперь попробуем наушники от Xiaomi. Для того, чтобы все было по-честному, чтобы все работало. Сразу скажу, что эта штука будет работать только на смартфонах, у которых нет вот такого вот выхода на наушники. Потому что я уже пробовал вот на Redmi Note 7. На этом смартфоне этот девайс не работает. Он работает только в качестве зарядки. Ну, зачем использовать этот кусок для зарядки, если можно напрямую подключить. Так, пробуем. Звук идет и звук очень громкий. Если интересно, ссылка будет на этот девайс в описании. То есть, я могу смело рекомендовать. Все работает. Все прошло тесты. Если вас не смущает то, что не будет быстрой зарядки. В остальном, конечно, у меня пока претензий нет. Ну и, конечно, если будут какие-то проблемы со звуком, с качеством звука, еще с чем-то. Я в это видео, спустя там некоторое время, вклею кусочек. Если этот кусочек не появился, значит, все отлично. Если появился, то вы сами увидите еще дополнительно мои какие-то впечатления о том опыте небольшом, который у меня будет. То есть, я посмотрю сейчас ролики через эту штуку, послушаю музыку и сделаю выводы. Если, конечно, они нужны будут. Если все год, то вы это и не увидите. Хорошего настроения. Все ссылки в описании, ссылки на кэшбэк, в описании ссылка на группу ВКонтакте, где вы узнаете о новостях, скидках, распродажах, получите бесплатно купоны на скидки. Все в описании и ссылка на второй канал тоже в описании. Пока.